Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационного канала «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. В Кирове обещают сильные снегопады, но администрация к зиме вроде как готова. Симаков проверил 90-й маршрут, у ЦУМа начали ремонт, а кировчанам на жизнь не хватает денег. Это субъективный взгляд на события этого дня. По моей версии, как всегда, коротко и занятно. Поехали! В Кировской области ожидаются снегопады. МЧС выдало метеопредупреждение об очень сильных осадках. Снег уже выпал в южных районах области. Местами высота покрова достигла 20 мм. Кто-то уже слепил первых в этом сезоне снеговиков. Засыпалось снегом уржумские и маломышские районы, Яранск, Советские, Вятские поляны. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах. При снегопаде нужно обязательно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных обгонов и перестроений. Техника готова выйти на уборку улиц. В мэрии сообщили, что 80% машин переведены на зимний режим работы. В этом году за уборкой в городе будут следить 5 подрядчиков. У организации есть 143 машины для уборки дорог и 64 для тротуаров. Если понадобятся, подрядчики готовы закупить дополнительную технику. Вручную будут убирать снег 183 дворника в дни снегопадов. К работе привлекут около 300 специалистов ручного труда. Тротуары и дороги будут обрабатывать песком, галитом и песко-соляной смесью. Для этого закупили около 12 тысяч тонн материалов. Реагентами уже начали засыпать улицы. Пока под обработку попадают только путепроводы, мосты, подъемы и спуски. Глава администрации вышел на проверку маршрута номер 90. Ранним утром Вячеслав Семаков отправился на улицу Потребкооперации. Кировчане жалуются, что от Слободы Курочкина до улицы Щерса автобусы двигаются переполненными. На маршрут обещали выпустить 4 новые большие маршрутки. Выяснилось, что подрядчик увел на маршрут только два новых автобуса. Проблему это, конечно, не решило. Еще два автобуса поступят в ноябре. Если они не разгрузят курсирующие маршрутки, отдел транспорта введет новые меры. Например, создать и запустить дублирующий маршрут меньшей протяженности на часы пик. Ну или уменьшение интервала движения существующих автобусов. Кировчане заметили, что на улице Московской начали демонтаж так называемого кармана. Рабочие убрали бордюры по периметру и камни из основания. Напомним, что препятствия установили в начале сентября. По проекту установленные бордюры должны были выполнять две функции. Служить карманом для автобусов и отделять полосу для парковки. Кировчане прозвали этот участок дороги аппендиксом. В темное время суток он провоцировал аварии, а по утрам заторы. Что будет на месте этого дорожного кармана, пока неизвестно. У памятника Сергея Мироновича Кирову начали благоустраивать территорию. Рабочие убрали старые плиты, раскопали клумбы. На благоустройство этой зоны потратят 14 миллионов рублей. Здесь отремонтируют подпорные стены, заменят дорожки, установят водоотведение. У памятника обустроят цветники и поставят скамейки. Монумент Кирову планируют вымыть. Напомню, что на бульварной части появятся новые голубые ели. Их привезут из питомника в Кабардино-Балкарии. Шесть деревьев будут высотой 2-2,5 метра. Кировчане недовольны зарплатой. Аналитики HH.RU провели опрос работающего населения. Выяснилось, что 51% кировчан не досчитывается денег. Им не хватает зарплаты на основные траты. Люди вынуждены экономить или копить, чтобы сделать крупную покупку. Более половины жителей считают, что для комфортной жизни им не хватает больше 20 тысяч рублей. По статистике, зарплатой в основном недовольны женщины и пенсионеры. Мужчин, которых не устраивает доход 39%. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город и новости будут вот. Пока-пока.